Здравствуйте, товарищи! Приветствую вас на нашем канале. Ну, не на нашем, на спитере Николаевича. Улыбаться не буду. Может кто-то расстроится, что мне радостно жить, несмотря на то, что происходит во внешнем мире. А с другой стороны, а что я должна плакать, если мне действительно хорошо? Я хочу этой радостью с вами поделиться. Жизнь, она прекрасная, несмотря ни на что. Кто со мной согласен? Многие согласны, правда? А это всё проходящее. Знаю, тяжело, плохо, портятся дома, жизни. Но если в каком-то участке жизнь продолжается, то она продолжается. Почему я должна делать вид, что мне плохо, если мне на самом деле хорошо? Ради того, чтобы кому-то стало лучше немножко, либо его эго какое-то порадовать? Для чего это делать? Я хочу делиться тем, что на самом деле у меня есть. Мне будет плохо, я скажу, ой, мне плохо. Если мне хорошо, то мне хорошо. И чего желаю вам? Будьте искренними сами собой. В первую очередь, перестаньте уже надевать себя тысячу масок и подстраиваться под каждого и под всё. В общем, а сейчас давайте немножко о другом. Ну что, дорогие товарищи, здравствуйте. И я вам скажу здравствуйте. Сегодня 1 июля 2022 года, ребята. Херсонская область, Береславский район, наша любимая Раковка. Вы послушали немножко невесточку мою, Таню. Если кто правильно понял, то Таня хотела донести совсем другое, ребята. Да, нам плохо, идёт война. Но если мы будем сейчас зацикливаться на вот этом, и кричать, и ходить, мы можем себя сердце угробить, ребята. Мы угробим родственников. Мы будем злые на всё и на вся. Да, нам это очень неприятно, что происходит в нашей родной Украине. Мы дуже переживаем за всю ситуацию, ребята. Ну а что вы хочете, чтобы мы сейчас кидались под колеса, может быть, да, ребята? Мы живем, як живем, потому что мы живем. И у нас есть маленький ребёночек, пятилетний Колечка, который сегодня со мной спал. Я такое удовольствие получил, понимаете, чё вопрос? Я даже не хочу на что-то обращать внимание. Есть политики, разберутся, что делается, как делается и куда делается. А сейчас мы вам покажем наши огурчики, которые каруселькой Таня назвала. И объясню, дам ответ на комментарий, почему не посадить рядочками, да? Да, грядками типа, да, да. Это просто мой выбор. Мы садили и так, и так, но мне очень понравилась каруселька. И я закомандовала свёкру в этом году построить мне карусельку. Поэтому она здесь в таком вот виде, наши огурчики. Я тоже считаю, что вот этот вариант самый лучший, конечно, для огурцов. Отвечаю на вопрос по поводу патиссонов. Я их сажу вообще первый раз, и семена взяла у соседки. Им буквально на неделе полторы-две. И вот это благодаря дождю, который пролился, они повылазили. Вот такого вот они размера. Ну, так как соседка угостила, растут. Что с ними ещё делать, я не придумала, когда вырастут. Ну, по-любому закатаю в банки так точно. Да, что-то сделаем. Что-то сделаем, да. Ребяточки, а вот я отвечаю за портулак. Жирная трава. Тут мне многие девочки написали, что я плохо к нему отношусь, а как бурьяну нет, ребята. На самом деле у нас это бурьян. Я знаю, я когда-то, несколько лет назад, когда начал интересоваться, что за трава вот эта, что за бурьян, и я понял, что это портулак, он очень полезный. Там салаты с него делают, всё прочее и так далее, ребята. Ну, вот смотрите. Вот всё, что рядышком, вот оно. Это всё портулак лезет, смотрите. И если он вылезет, нам тут хана будет. Тут всё будет вот таким ковром. Ну, так что я понимаю, что в некоторых местах, где нет других моих салатов, люди делают из этого салата. Как жена моя когда-то, мы когда жили в Смоленской области, поехали на рынок колхозный в Смоленске и купили два арбуза, херсонских, кстати. Мы их сели за один час, а с корочек она сделала варенье. Ребята, я в шоке был. Вот голь на выдумку хитра, есть такое понятие, понимаете. У нас есть чего, и нам не надо, слава богу, портулак употреблять в пищу. Хотя, естественно, я знаю, довольно он полезный. Но если о политике говорить, ребята, это шо такое, как вы думаете? Да, колорадский жук, ребята, колорадский жук. Когда-то нам наши друзья, так называемые, подбросили этого жучка, и он нас сейчас уничтожает. Но мы не будем называть тех друзей, кто забросил нам колорадский жук. Теперь отвечу на вопрос касательно языка, на котором я общаюсь. Написали в комментариях, что я, наверное, дома использую русский язык в быту. В быту, в быту, да. Потому что уверенно разговариваю, без ошибок. Но на самом-то деле дома я балакаю с уржиком. И мне комфортно дома, потому что мы все тут так разговариваем. А вот русский язык я использую в работе с людьми, которые со мной на русском языке общаются, так как люди у меня с разных мест и стран, и они русскоговорящие в основном, с которыми я работаю, преподаю. Напоминаю, что Таня репетитор английского языка. Топовый, кстати. Вот, и поэтому я с русским языком связана. Я в Киеве прожила всю свою жизнь. Школа была украинская. Там я, звичайно, розмовляла широ украинскую. Нема ніяких для меня проблем висловлювати свои думки цією мовою. В общем, я легко переключаюсь. If you need, I can speak English, of course. But I think you have to know the language. Как вы поняли, кому как удобно, тот язык использует. В зависимости от ситуации. Так что, ребяточки, вот такие делы. Всё, будем заканчивать. Не обижайтесь, если что кому не так. Всем не угодишь, естественно. Но мы будем живы. Не помрём, ребяточки. И важная мысль, которую я хотела вам донести вначале. Помните, что война, она рано или поздно закончится. И любая ситуация закончится. А жизнь, вот, она продолжается. Ситуация закончится, вы себя погубите, и вы вместе уйдёте никуда. Зачем это? Вы же хотите дальше жить. У вас дети и внуки растут, как же и у нас. Поэтому мы всё делаем для того, чтобы жизнь дальше процветала. Спасибо, Танечка. Спасибо, Драй. See you.